всех приветствую продолжаем знакомиться с персонажами античного мира у книги бетти редис кто есть кто в античном мире дополняя данными из википедии и из интернета кариатиды первое значение жрицы храма артемиды в карии область лаконика второе колонны в виде женских задрапированных фигур поддерживающую крышу или поперечные балки были хорошо распространены в античной архитектуре и европейском зодчестве 17 19 веков наиболее известные кариатиды античного времени в портике эрихтеона афинский акрополь и в сокровищнице сифносцев в дельфу витруве передает легенду согласно которой корейцы выступили на стороне персов против греков и когда последние одержали победу то истребили всех мужчин в каре а женщину гнали в рабство с тех пор архитектор изображает кореянок под ношей вечного искупления замечательный образ павший кариатиды воплотил рады из википедии кариатида каштановая или корейская статуя изображающая задрапированную женскую фигуру в качестве опоры антаблемента арки или иной конструкции заменяющие собой колонну пилястру или пилон древнегреческой мифологии кариатиды каштановая эпитет богини лесов и охоты артемиды известно например что на празднике богини артемиды в лаконе это южный пелопоннес женщины с корзинами плодов на головах исполняли танец кариатид изображение этого танца можно видеть на гемах и архаических античных сосудах позднее кариатидами стали называть скульптурное изображение женщин танцовщиц или жриц в качестве элемента ордерной архитектуры кор несущих дары именовали анафорами восхождение переложить если такая статуя изображает женщину с корзиной плодов или цветов на голове то она называется канифоры мужские фигуры выполняющие аналогичную функцию именуются атлант или теломон вот так вкратце о кариатинах пока пока до свидания